Следующий вопрос. Вы повинали о семи легионерах. Предполагаю, седьмой, Серапинос? Вы говорили о семье странных игр. Седьмой – Серапинос, правда? Смотрите, Серапинос не седьмой, он может быть третий, четвертый. Может быть, нет. Седьмой легионер. Седьмой – странный игрок. Серапинос – да, да. Серапинос – он как доместный игрок здесь, потому что он хочет титул с этой командой. Когда мы говорили о нем, было очень важно, чтобы он собрать титулы здесь. Я люблю игроков с титулами, особенно в этой ситуации. Этот клуб не принимал титул в последние два года. Серапинос был здесь, в этой хорошей генерации, который принимал титул. И не только для этого, но я очень рад, что его отношение во время подготовки. И во время подготовки, во время игроков и все остальное. Я очень рад, потому что он здесь. Мне нравится. Я доволен тем, что он скорее не иностранный игрок, а домашний игрок. Ну, местный игрок. Потому что он уже завоевывал титул с БК «Залмаш». И мне нравятся такие игроки, которые завоевывали что-то уже в своей карьере. Но не только поэтому мне этот игрок нравится. Он очень хорошо выступал на тренировочных сборах. Мне нравится его отношение к работе в команде. Я сейчас добавлю вам некоторые вещи, которые, может быть, следили за нашей подготовкой. Там были имена литовских игроков. И как они там в команде оказались? Ну, я думаю, что все очень просто. Те, которые, знаете, сколько игроков из нашей команды присутствовало в составе сборной Украины. Да? Печеров, Кольченко, Зайцев, Натяжко, Забирченко. Пять игроков. Плюс Паунич со сборной Сербии. Да. И плюс еще не было, скажем так, одного легионера Менни Харреса, который не был на этот период подписан. И первый сбор, как вы знаете, происходил в Литве. И те игроки, которые, скажем, принимали участие на первом сборе, они были пригласенены как спарринг-партнеры. Я имею в виду Аугустина Савитаса и Валейка. Два литовцы, которые приехали за спасибо, которой было честь помогать нам, помогать им тоже, что их пригласил тренер на сборы. Тренер отобрал некоторых игроков, которые, скажем так, заполнили на тот период свободные места, как компенсацию для тех игроков, которые были со сборной в сборную. И в этом периоде, скажем так, Сима Сирапинос проявил себя с очень хорошей стороны и нашел язык, скажем так, и с партнерами, и особенно, скажем так, что делал то, что ему говорил тренер, выполнял указания. То есть, и на данный момент Сирапинос является игроком Азамаша. Еще вопрос? Еще вопрос у меня, господину Кесару. Больше чем наполовину поменялся состав Азамаша по сравнению с предыдущим сезоном. Ушел капитан и лидер команды Артур Дроздов. На кого будете опираться в этом сезоне? Кто сможет на площадке повести за собой команду? Что вы уже определили для себя этих игроков, которые принесут основу? Я думаю, что это нормальное и натуральное. И все, наверное, знают, кто будет. Я думаю, что этот партнер должен быть капитаном команды. Наверное, один из лучших игроков украинских игроков. И я думаю, что он младен, чтобы ведать его команды. Это Петчаров. Петчаров. И я еще не предупреждал перед командой команды. Это первое время. Это хорошая вопрос. И я хочу сказать вам, что это первое время, что я говорю о этих проблемах. Я говорил с ним, и он готов для ведения команды. И для внимания команды. Потому что Артур Дроздов остается в другой команды. И я думаю, что это нормальное, чтобы дать ему это, чтобы быть капитаном команды и лидером этой команды. Он удерживает это, конечно. Это нормально, естественно, что меняется состав. Благодарю за вопрос. Я еще не объявлял в команде, кто будет лидером команды, капитаном команды. Но я считаю, что этот игрок достоин быть капитаном команды. Один из лучших игроков в Украине, Алексей Петчаров. Он готов помогать команде, вести за собой и заборется о своей команде. Спасибо. Еще вопросы? Я не забывал, чтобы представить нашу команда. Потому что наш клуб сделал огромный effort чтобы создать серьезную команду. И мы поговорим о команды. И Мирко Соколич, который, я могу сказать, домашний, второй год. И большая качество команды команды. Самир Селешкович из Фенера Бакче, из Туркис и Босниянской команды, из высокого уровня. И Мирко Соколич, который был в течение времени. Может быть, интересно вам сказать, что мы взяли один доктор, доктор Монимпиакос, Янист Солос. Это для нас очень большой вещь, потому что он работает с мной, Монимпиакос, и я предложил ему приехать. Это очень сложно, чтобы помочь другим доктором. Потому что он большой фанал, для баскетбол, и он решил приехать сюда и улучшить нашу медицинскую команду. Сейчас мы организованы как серьезный юридический клуб. Я хочу сказать спасибо для нашего коми-кэм, президент Эрри Водиалес, который расширил эти вещи. Я забыл представить, что еще состав тренерский штаб. Я считаю, что в этом году мы сделали очень серьезный тренерский штаб. Это Мирко Соколич, уже как второй год, уже как местный тренер, серьезный, очень квалифицированный тренер. Самир Селешкович, который был тренером в турецких и боснийских клубах. Виргиниус Миколаевский, который тоже уже второй год здесь. И мы взяли еще греческого доктора Яниса Цолоса из Олимпиакоса. Я пригласил его сюда в клуб. Хотя это очень тяжело, чтобы доктор переехал в другую, поменял клуб. Он очень большой фан баскетбола. Но нам удалось его перевести. И я считаю, что мы сейчас создали очень сильную команду, сильный тренерский штаб. Практически, как на уровне команды Евролиги. И я очень благодарен руководству, президенту клуба, за то, что они уделили внимание и позволили нам создать такой состав. Еще вопрос, господин Кесар. Через два дня с Артурич Кубок Азоумаша. Вы могли бы сейчас хотя бы приблизительно назвать ту первую пятерку, которую он выйдет на старте? Старте линию? Да. Смотрите, для меня, особенно в этом моменте, старте линию не означает ничего. Потому что сейчас мы в некотором периоде где мы добавляем новые вещи, мы пытаемся, не добавляем эксперименты, но мы пытаемся увидеть кто мы в начале. Старте линию не важно сейчас. Для меня это не важно, кто будет в лучшем форме будет в начале. Для меня. Это не как в NBA. В NBA стартеры очень важны. Стартеры в начале. Но здесь кто будет в лучшем форме или какая-то маленькая идея чтобы поставить кого-то в начале. Но мы увидим в Кубок Азоумаш. Это будет тяжелые игры. Я бы хотел использовать этот турнир, чтобы посмотреть, кто мы сейчас и что мы должны корректировать в следующем периоде. Ну, для меня на данный момент не имеет значения стартовая пятерка. Мы находимся сейчас в такой ситуации, в таком периоде, когда мы вносим какие-то новые элементы, но мы не экспериментируем. Поэтому стартовая пятерка абсолютно не важна. Это не как в NBA. У кого лучшая будет форма, тот и будет в стартовой пятерке. Самое главное сейчас понять, кто мы. поэтому в целом Кубок Азоумаш в турнир покажет. Я хочу посмотреть на нашу команду, кто мы на самом деле. Мы должны посмотреть что мы должны корректировать, что мы должны имплементировать в нашем игре. Мы должны использовать этот турнир для этого, потому что это последний проверок и мы должны увидеть в этих двух игр. мы должны посмотреть какие элементы нужно улучшить, какие подтянуть. Поэтому это последний турнир перед стартом Суперли. Последняя проверка. Еще вопросы? Я думаю, что вы можете сейчас задавать вопросы любому из сидящих игрокам, начальнику команды и составу. Очень рад видеть всех тут в зале. И смотрю вперед. Сейчас опять начинается очень тяжелый и интересный сезон для нашей команды. и мы только собрались вместе. И сейчас стараемся наладить наше взаимодействие, создать хорошую атмосферу в команде, которая позволит выигрывать и давать какой-то результат. Поэтому будем стараться изо всех сил. Опять же, все вы знаете, прошлый сезон был нелегкий, тяжелый и в этом году опять будет очень большая нагрузка и на игроков, и на тренеров, и на болельщиков. Поэтому надеюсь, что все будет хорошо, мы со своей стороны будем стараться делать все возможное для того, чтобы побеждать. Какое впечатление на вас произвели новички команды? Насколько они уже успели за этот короткий промежуток времени влиться в коллектив? Ну, я не так долго как бы нахожусь с командой, по той причине, что был в сборной, и сейчас вот буквально провел только 3-4 дня с командой. Поэтому сейчас сказать, что все ребята хорошие, положительные, то есть, атмосфера в команде довольно доброжелательная. Я же говорю, сейчас мы как бы, наша задача, и мы работаем над этим, чтобы создать благоприятную атмосферу, чтобы сыграться вместе, наладить взаимодействие, взаимоотношения, и быть всем вместе, как один кулак, и за счет этого показывать характер и показывать хорошую игру на площадке. Спасибо. Задавайте вопросы. Спасибо.